Медицинских работников во Владимирскую область будут завлекать жильем. Рабочая группа при Законодательном собрании области проанализировала эффективность действующих мер господдержки медиков и главные причины оттока специалистов. Проблема с кадрами в здравоохранении 33 региона болезненной была и до пандемии. А сейчас, когда каждый медик на счету, она стала еще острее. Специалисты зачастую уходят в частную медицину, либо вообще уезжают в соседние регионы. Виной тому хронические переработки и отсутствие жилья. Депутаты Законодательного собрания выработали конкретные предложения по исправлению ситуации. В целях поддержки медицинских специалистов законодателями был принят ряд эффективных мер. Тем не менее, люди не справляются с возросшими рабочими нагрузками и бытовой неустроенностью. В результате уходят в частную медицину. Многие уезжают в Москву и Подмосковье, где платят больше. Неправильно, когда мало чем отличающийся регион в центре России под названием Московская область может предложить трудящимся медикам в полтора-два раза больше зарплату. Так законодательно устроено, так работает система ОМС наша, что одни и те же медицинские операции в учреждении здравоохранения Москвы и Московской области оплачиваются больше и, соответственно, больше уровень зарплат. Ситуация усугубляется тем, что 30% персонала больниц и поликлиник – люди в возрасте. Сейчас, в период пандемии, им особенно трудно. Несмотря на то, что ежегодно в регионе на работу привлекаются около 500 новых специалистов, отток работников здравоохранения все равно слишком высок. Представители облздрава, депутаты ЗАГС Собрания и руководители ведущих клиник области выработали конкретные предложения. Обеспечение людей, которые согласны работать на нашей земле, жильем, квартирами хорошими, в нормальных условиях, может быть, мобилированными, чтобы специалист мог всего себя посвятить работе. И создание комфортных условий работы, конечно. Диагноз поставлен. Выработанные меры будут представлены на согласование главе региона. Продолжение следует...